С начала года российские спецслужбы ликвидировали более 120 боевиков, среди них главари Северо-Кавказского банк-подполья. Об этом заявил сегодня Александр Бортников, выступая на выездном заседании Национального антитеррористического комитета в Нальчике. По словам директора ФСБ, особую опасность представляют участники ИГИЛ, которые пытаются проникнуть в Россию. Несколько членов радикальной группировки, готовивших теракт в столичном транспорте, сегодня по решению суда помещены под арест. Евгений Лямин продолжит тему. Лефортовский суд Москвы здесь сегодня избрали меру пресечения подзреваемым в подготовке взрывов в столице. Их задержали в минувшее воскресенье. В квартире на 9 этаже для совершения теракта было почти все готово. Самодельное взрывное устройство хранилось в стиральной машине. Рядом под ванной был спрятан электродетонатор. Сегодня на заседании Национального антитеррористического комитета его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что за год это далеко не первое преступление, которое удалось предотвратить спецслужбам. Предотвращено 20 преступлений террористической направленности. Последним таким примером является задержание 11 октября в Москве группы граждан России, членов и пособников Международной террористической организации «Исламское государство», готовивших теракт на объектах общественного транспорта с применением СВУ. Среди задержанных некто Байсултанов, прибывшие из Сирии для организации указанного преступления. Аслан Байсултанов, как и двое его сообщников, арестован. Сообщается, он признал свою вину. Вернувшись в Россию из Сирии, начал подпольную деятельность. Как выяснилось, запланировала и стала готовить теракт в Москве эта группировка еще несколько месяцев назад, то есть задолго до начала военной операции России в Сирии. Как отметил сегодня глава ФСБ Александр Бортников, после начала успешного наступления сирийской армии при поддержке вооруженных сил России с воздуха, боевики пытаются уехать из страны. Имеется сведения о предпринимаемых террористами попытках покинуть зоны боевых действий и, используя налаженные коридоры переброски беженцев, проникнуть в страны Европы и Азии, а также в Россию с целью проведения террористических вылазок. Для локализации этой угрозы нами совместно с партнерами из стран Запада, Ближнего Востока, КНР и ряда других государств ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление террористов в миграционных и туристических потоках. Таким образом удалось выявить и привлечь к уголовной ответственности в различных странах почти тысячу боевиков, в их числе и 22 вербовщика. На первый взгляд цифра небольшая, но ведь это именно они создают подпольные группы, ищут и вербуют в ряды бандитских группировок сотни людей. На сегодняшний день у спецслужб есть сведения об участии в запрещенной в России и террористической организации ИГИЛ 2719 российских граждан. Как сообщается, 160 из них уже уничтожены за границей, 73 вернувшихся осуждены и еще 36 арестованы. Что же касается остальных, то в отношении каждого собираются доказательства. Российские спецслужбы ведут непрерывную работу по выявлению и ликвидации бандитских группировок, а также тех, кто их поддерживает, в том числе и финансово. Государство в лице правоохранительного блока неуклонно воплощает принцип неотвратимости возмездия за совершенные преступления, невзирая на срок их давности. С января 2010 года по резонансным преступлениям террористической направленности разыскано 3796 лиц. Последним примером, подтверждающим нашу приверженность этому принципу, является задержание Даудова, разыскивавшегося за участие в нападении на город Буденовск в 1995 году. На этих кадрах Бодруди Даудов и еще трое подозреваемых задержаны спустя 20 лет после совершения преступления, захвата заложников в Буденовске. Тогда от рук террористов погибли 147 человек. Сегодня поминают жертв другого террористического акта. 10 лет назад 250 боевиков одновременно атаковали несколько госучреждений Нальчика. Атака террористов была отбита, захватить здание им не удалось. Тогда погибли 35 полицейских и военнослужащих, а также 15 жителей города.